Чё как? Привет, интернет! Добрых вечеров, товарищи! Сегодня на обзоре корпорация АТБ и по традиции 3 секунды истории. 1998 год. Геннадий Буткевич с партнерами регистрирует компанию АТБ Маркет, аббревиатура от Агротехбизнес. Однако до того, как появились известные каждому украинцу три буквы, ЭДК-мини-сеть уже существовала в миру. А именно, город Днепропетровск становится отправной точкой. Вспоминает председатель совета директоров, генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков. Вначале магазины назывались на советский манер. Тополь, калинка, березка, клен. Об этом периоде старожилы АТБ сочинили шутку. Когда деревья закончились, магазины переименовали в продукты и начали нумеровать. В поисках оптимального для Украины розничного формата основатели АТБ побывали в Прибалтике, Польше, Германии. Остановились на дискаунтере, супермаркете с ограниченным ассортиментом товаром, предлагаемых по самым низким ценам. За образец взяли немецкую сеть Ауди. Однако такой формат со скудным выбором 800 позиций товара посетителям не зашел. К тому же покупатели увидели полупустые залы со стоящими на полу вдоль стен продуктами в коробках. А голодное детство и воспоминания о совковом дефиците как-то не очень располагало днепропетровских бабушек отстегивать свою, как это правильно назвать, небольшую, скорее незаметную пенсию. Ой. Товарищи топ-менеджеры АТБ снова отправились в Гермашку и обратили свой дальновидный и прагматичный взор на дискаунтеры Lidl. Это прямой конкурент Ауди. Ассортимент расширили сначала до 2500 позиций, потом до 3500. Для стеньжения расходов помещения под магазины стали выкупать, а не арендовать. Создали супер-пупер удобный распределительный центр и по трошку стали обрастать своими торговыми марками. И пошло и поехало. И теперь вместо трех известных букв на заборе наш щирый взор любуется тремя смачными буквами АТБ на черном-черном фасаде. А теперь сухие факты. Корпорация АТБ занимает второе место в топ-100 Forbes крупнейшей частной компании Украины в 2020 году, уступив первое место Метинвесту горно-металлургическая компания. За 2020 год выручка компании 149,8 миллиардов гривен, а чистая прибыль порядка 6,3 миллиарда гривен, может и больше. Сеть является крупнейшей розничной сетью в Украине и насчитывает более 1000 магазинов в 248 населенных пунктах в 22 областях Украины. Ежедневно здесь делают покупку более 3 миллионов человек. Сумма уплаченных налогов ООО АТБ Маркет 2020 год составила 15,8 миллиардов. И это только от одной компании. К примеру, бюджет целого города Днепр на 2021 14,336 миллиардов гривен. Годовой бюджет Киева 67,1 миллиард. Харькова 15,6 миллиардиков. Это без учета межбюджетных трансферов, но все же. Хватит оплахон, отлаживаем предварительные ласки и переходим к основному. Отзывы сотрудничков. Продавец-консультант город Днепр. Работа не для лентяев, все надо делать быстро и много. Плюс руководство при нехватке продавцов помогают коллективу. Приятное из продавца можно стать товароведом, зам управляющего, управляющим и так далее. Плюсы. Стабильная зарплата. Минусы. Если не хватает продавцов в магазине, очень тяжело загрузить отдел, сидя на кассе. Сидя на попе, все трудно. Пишет сотрудница с ником Гость. Уволилась с АТБ два года назад. Работала кассиром, товароведом, администратором, заместителем. И что хочу сказать. Ужас ужасный. Проработав 4 года, я бежала с этой работой. Ужасные отношения со стороны руководства. Постоянные штрафы. Санитарные ночи. Переучеты, которые нифига не оплачиваются. Контрольные отделы. Копеечная зарплата. Да и при увольнении заметила, что трудовой записаны не должности, на которых работала. Поняла для себя одно. Даже если АТБ останется единственным местом для работы, то лучше б уж сдохнуть от голода, чем работай в данной компании. Возмущается продавец-консультант город Запорожье. Плюсы. Одни плюсы. Это коллектив. Без админов. Ум-зум. Что можно улучшить? Когда я пришла работать в АТБ-212, вот в декабре как год уже, что на остановке кинотеатр Космос город Запорожье. Моей радости не было предела. Хороший коллектив. Охранники супер. Работа в ночную смену. Хоть и тяжелая, но мне нравилась. Я летела на работу на радостях. Хоть и добираться тяжело, ведь я живу в пригороде. Пока не появилась у нас так называемая администратор Степаненко Оксана. Ох, и я вам скажу, еще такую надо поискать. Сама всю ночь за компьютером просиживает. Ржет по телефону. Кофе, курива с подружками. Ну чего же за ночь не делает? А сплетница-то какая. Прям сказочница. Вот я и пришла ей не в милость. Начала врать управляющей, что я ничегошеньки не делаю. Я и на кассе, и в отделах. Как пчелка. На мне временка. Кто делал хоть раз, тот знает, что и как тяжело ее делать. А в магазине у нас 22 стола временки. И каждый день ею заниматься надо. А выкладывать не то, что 3 часа, а даже ночи мало. А еще остальные отделы делать. Вместе с временкой у меня 5 отделов. Хлебушек, временка, чипсы, бокалея 1, химия 3 прохода. А магазин большой и плюс касса. Выдыхалась я, но делала. Делала и выдыхалась. Выдыхалась и делала. Так эта администраторша еще заставляла меня делать отделы своей подружки. Которая за ночь умудрялась делать только один подсорт на кассу не бегать. Когда я ответила, что мне бы хоть свои отделы успеть сделать. Так вот я и пришла ей в немилость. Да еще в наш магазин пришла новая управляющая. На мой взгляд, неадекватная. Раз поверила лжи этой красавицы и орет, как потерпевшая. Вот сегодня, 3.12.2020 года, я уволилась с АТБ. Дело в том, что у нас в ночь сократили по одному продавцу. А кого оставят? Ну, конечно же, подружку. Ну, да пусть работают. Я хочу рассказать про эту Оксану. Лживая, орет, да еще и кидается драться, что и было по отношению ко мне. Она надела корону, а ленивая до беспредела. У нее ночью нет ни приемки, отделы не тарит, на кассе не сидит. Хотя я знаю, есть распоряжение свыше садить админов на кассу. Только и зависает на компе и телефоне. А потом выходит в зал и орет. Корону сними, тетя Оксана. Оксана, не я так другие тебе ее сшибут, тварюка. Да и по голове настучат за такие вещи, за твой лживый язык. С коллективом всем переругалась. Она так достала всех, что ее уже прямо посылают. На! Три точки. Девочки и мальчики. Кто ее знает, обходите десятой дорогой. Черная душа у нее раз такие вещи делает. А вот я, управляющая, не могла что-то доказать. Да и не слушает их величества, таких как мы. Хоть и старше ее в два раза. Ну ничего, ведь управляющая сегодня. А может все быть, завтра ты уже дворник. Так и другая также, тетя. Не советую идти работать в АТБ. Пишу с маленькой буквы, ибо эта организация не заслужила другой чести. Штрафами обложили, как в тюрьме. Не так глянули, не так сказали, не так подумали, не так выразились на нары. Уважайте себя, любите себя, не давайте другим себя унижать. Радуйтесь, берегите свое здоровье. Будьте любимы и все-всего хорошего. Всем солнечного денька. Целую. Продувець-консультант, город Киев. Плюсы. Плюсы вчасно виплачують ЗП. Минусы. Немає карьерного росту без освіти. Обіцяють премії за швидкість сканування, наприклад, але її нема. Не підіймають ЗП два роки. Что можно улучшить? Працюю уже майже 4 роки в АТБ. Знаю прекрасно асортимент товару. Прогулів немає, але карьерний рост не світить. Так як немає вищої освіти. Ідіотизм, якщо чесно. Да і тут треба вкалувати як кінь. Інакше тебе просто з'їзд начальство, яке, дорожче, хорошим рідко буває. За 4 роки працювала з багатьма замами і керуючими. Тільки декілька дійсно люди, а не боги, якими вони себе виставляють. Отак оце, бля. Приємщик, город Покровськ. Плюси. АТБ заинтересовало тем, що дає можливість студентам зарабатувати вже свою копеечку офіціально. Що можна улучшить? Хотелось би обновити старі криві містами ржаві стеллажи для товара, смена камер хранення, да і в принципі хотелось би що-то новеньке, ібо старий образ АТБ вже приєлся. Також низка заробітна оплата в Донецькій області, учитывая то, що в інших областях вона выше. Ну і під фінальчик стихоплітничає писарський Ігор. Работай по своєму призванию. Любимому АТБ-маркет номер 125 посвящається. Папдони стоят деревянні, на них бутылки стеклянні, Вони ждуть мене одинокі, щоб я раставив на полці їх. Стоят там і пиво, і водочка, кон'як, віно і настойчка. Дорогі, дешеві, середні, але це всього лиш мнення. Вони для мене одинакові, міста для них лиш разноваті. Различаю бутылки я формами, не надо раставити їх вовремя. Привезли вечерком, опоздали чуть, а затем і приєм, це просто жуть, спиртне, бог з ним. А напіточки, і ще три піддона водичечки. Все можеш ставити, сказали мені, і я начинаю, горю в огоне. По залу ношусь я вперед-назад, раставлю бутылки я точно в ряд. Разрізаю пакет острым ножиком, і вдруг в мене сок сладким дождиком. Пакет пива беру, не по правилу, із него две бутылки отправила. Но вдруг крик, Ігорек, а сухарики, а пельмени давай, раскидай-ка їх. І несусь я быстрей к холодильникам, там пельмени, мне в душу напильником. А сухарики, чипсы, анчоусы, у мене нет сил дыбом волосы. Но работаю я, і работать хочу, здесь в АТБ, хоч в себе кричу. Дорогое, любимое АТБ, я вже не можу без ТБ. Я люблю вас всех, уважаю я, ви вторая родная моя семья. Ну це пиздець, простите. Дорога, я люблю вас всех, уважаю я. Дорога, я люблю вас всех, уважаю я. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok